МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прекрасной возможностью для этого станут мастер-классы детской картины-галереи. 4 февраля в 12.00 пройдет занятие для детей и их родителей, на котором можно сделать украшения для дома, гирлянду из флажков. А в 15.00 начнется мастер-класс по созданию оригинальных поздравительных открыток. Провести время с семьей, развить творческие способности, изобрать с собой уникальную вещь, сделанную своими руками. Что может быть лучше? Исторический центр Самары – настоящий музей под открытым небом. Купеческие особняки не только привлекают своей красотой, но и хранят свои секреты. Литературный музей имени Максима Горького проводит экскурсию «Тайны усадьбы Бастрома». Это будет настоящее расследование при свечах. Кем был хозяин дома? Почему в его усадьбе жил Алексей Толстой? Какие отношения их связывали? Погрузиться в атмосферу XIX века и разгадать все загадки можно будет 5 февраля. Начало в 16.00. Работы, способные перевернуть взгляд на привычные вещи. В историческом парке «Россия. Моя история» работает выставка «Фотограни», на которой участники фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России делятся с посетителями своим восприятием мира. Каждая фотография уникальна и неповторима. И каждая рассказывает целую историю. Прийти и посмотреть на всю многогранность окружающего мира можно до 5 марта со вторника по воскресенье с 11 до 19 часов. Вход свободный. Посещение театра точно украсит ваши выходные. Самарская площадь в воскресенье ставит ревизора по бессмертной пьесе Гоголя. Анекдотический сюжет этой пьесы известен всем. В небольшой провинциальный городок волей случая попадает проигравшийся в карты молодой чиновник по фамилии Хлистаков, которого принимают за ревизора. Но театр Самарская площадь имеет свое видение на этот классический сюжет и вдохнул в постановку новую жизнь и новые смыслы. Начало спектакля в 6 вечера. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.